Всем привет! Меня зовут Алексей. Вы на канале Календарь и Балова. Около месяца не было новых видео, это по причине моей болезни, но я уже иду на поправку и решил выйти к землянке. Лес так поменялся за месяц, уже конец сентября, много листьев опавших, стало светлее намного. Взял с собой Карлоса, снова бегает, гоняет косуль, кабанов. Сегодня иду налегке, взял минимум вещей, все поместилось в такой небольшой рюкзачок. Также не хотел брать и спальник, но проснувшись дома на рассвете, не очень хотелось влазить из-под овеяла, было довольно свежо. Поэтому все-таки решил взять. Думаю, что в землянке утром и ночью будет явно не жарко. Чья-то, наверное, под камнем. Карлос, Карлос! Я еще не знаю, сколько я здесь пробуду. В принципе, планировал с одной ночевкой, еду с собой не брал, взял лишь запас воды на сутки. Там оставались какие-то овощи, но за месяц они, скорее всего, испортились. Рассчитываю на спиннинг и на ловлю окуня. Может быть, вечерком удастся сварить уху. Хотя, если овощи испортились, то уха будет из одной рыбы. Больше ничего и нет. Интересно, что случилось с землянкой за месяц. Но думаю, особо ничего не поменялось. Раз два года простояло. Сегодня захожу с другой стороны и уже вижу. Что-то здесь был. Бревно сгоревшее. Интересно. Не пойму, что это. Пепел? Похоже на пепел. Вроде бы ничего не сгорело. Мой старый спиннинг. Спальничек. Кто-то вывесил сюда. Пойдем, Карлос. Где ты? Репяхов уже нацеплял. Сука. Идем проверим, что в землянке. Закрыто на проволочку. Как я и закрывал. Однозначно кто-то был. Ну так-то вроде все нормально. Чисто, все на местах. Куда ты на печку полез? Попался. Так. Овощи целые. Ну все. Теперь я с ужином. Можно не переживать. Можно и уху сварить. Морковка есть. Лучок. А что-то подгнило. Ничего, потом переберу. Ну а сейчас пройдусь на берег реки. Пойдем, Карлос. Где ты? Побежай. Поздоровался, Карлос. Пошли. Давай-давай, вперед. Да, с маленьким рюкзачком намного веселее ходить. Ух ты. Орел полетел. Не видно. Где-то рядышком сидел. Бакланы. Пойдем, Карл. Вода упала. Прилично. А, как же ж моя резинка? Скорее всего ее, конечно, оборвало ветром и травой. Леска вот она. Оборвано или обрызано? Непонятно. И вот леска. Ну-ка, ну-ка. А может и не оборвался? Нет, вроде все нормально. Странно, она как будто бы перегрызана или животным, или перетерта обо что-то. О, чуть не убежала. Надо срочно связать. Дайте я почищу. Где-то опять лазил. Нашел своего енота? Друга своего. Удивительно, конечно, целый месяц простояла резинка в воде и осталась практически не поврежденная. Я думал, что будет такое количество травы на ней, что ее течением порвет или стянет с груза. А оборвались нас не водоросли, как я предполагал, а скорее всего кабанчики или косули. Здесь очень много следов по берегу. Вот их копытца. Как маленькие, так и крупные. Осталось вырезать сторожок и повесить, чтобы было видно поклевку. Кто-то потянул. Рыба пока не особо кредет, пойду посмотрю есть ли в землянке колокольчик, губенчик. Повешу на сторожок и пойду заниматься какими-то другими делами. Переберу продукты, которые оставались уже давно здесь. Что-то испортилось. Что осталось, нужно будет доесть. Я не совсем понял, что хотели сказать люди, которые оставили мне вот этот тотем в виде полузгоревшего бревнышка. Вот здесь было кострище. Тоже, кстати, странно, почему здесь, а не в печке, где можно было удобно приготовить еду и вскипятить чай. Чем, собственно, я сейчас и займусь. Видно, что в землянке кто-то был. Но там все по местам, все чисто, даже, наверное, чище, чем было. Потому что вот этот мой старый спальничек, он висел на том дереве. И в прошлый раз, когда я в спешке собирался домой, у меня была сильная зубная боль. И я бросил все, как есть. Спальник, по-моему, висел там, если я не ошибаюсь. А какой-то добрый человек снял его и повесил под навес, чтобы он просох. Ну, а это, не знаю, наверное, просто как-то обозначили, что я здесь был. Но видно, что люди порядочные. А что это значит, не знаю. Может, вы подскажете, что хотели сказать мне посетители землянки. Иди пелку лови. Давай, беги за белкой. Где она? Что, не видишь? Вот. Продолжение следует... 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 Рано еще, Карлос, еще не готово. Терпи. Терпи, я тоже еще не ел. Все, ожидай. Рано еще. Терпи. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Спасибо. Что такое? Давай. 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 Карлос, что ты клюешь? Утекай, провалишься. Утекай, провалишься. Карлос, ты далеко? Карлос, Карлос, ты собрал, ты далеко? Опа. Прямо под самым берегом сделал, неплохой вроде окушок такой. Потому что не окушок, не пойму, что это. Ну вот. Правда дорога ложка к обеду, я уже поужинал, поэтому выпускаю. Утекай. 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 Продолжение следует... 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 По дороге сюда я шел и размышлял, стоит ли делать навес над этой беседкой сейчас в разгар осени, на пороге зимы. Буду ли я пользоваться этой печкой, когда будет холодно. И в общем не особо хотелось его делать, думал перенести все строительство на весну. Но сегодня увидев насколько упала вода и какая хорошая погодка сейчас стоит, с водой это как связано, чтобы зайти и нарезать камыш, и камыш я хочу использовать на крышу этого навеса, перекрытия из камыша. То надо было зайти по пояс, вроде как в середине осени, уже не жарко вода, не летняя. И как-то мне не очень хотелось заходить в воду, это же не на 5 минут, нарезать надо много его, камыша. А сейчас посмотрел насколько упала вода, там достаточно зайти по колено, это не так проблематично, да и погода хорошая. Поэтому думаю, что займусь я все-таки этим навесом, постараюсь сделать даже зимой, когда от снега можно спрятаться и здесь приготовить какой-то котелочек, поставить уху ту же самую, чем в землянке. В землянке нужно кочегарить, будь здоров, чтобы хорошо кипело на этой печке и становится невыносимо жарко там. А здесь можно будет вполне готовить на улице. Так что в ближайшее время собираю инструмент и займусь строительством навеса над вот этим столом и всей этой летней кухней. Доброе утро, уже начинает расцветать. Хорошо, выспался. Правда, Карлос раза три или четыре просился на улицу в туалет. И столько же приходилось его не впускать, он сам открывает двери. Приходилось закрывать, чтобы они налетели комары. Вчера лег довольно рано и уже вижу в окошке, что начинает сереть. Пойду разведу огонь, поставлю чайник. Да, да, идем, идем. Тихо, не кричай, распугаюсь. Ну что ты носишься? Да, да, иди, иди гуляй. Так, не ссори. Только что я обнаружил послание. Вот только сейчас заметил надпись. Молодец, ждем видео. И подпись. Спасибо. Продолжение следует... 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 Карлосу хорошо, у него нет рюкзака из пенинга. Обидно будет если будет какая-то непроходимая преграда, а вылезти на берег это здесь еще несложно, невысокие берега, а там будут берега обрывы по 10-15 метров и придется возвращаться. Какой шикарный помост принесло волной, нужно его вытащить подальше, может быть пригодится для постройки мостика. Я периодически останавливаюсь, чтобы побросать спиннинг. Поймал пару окуньков, но все одиночно, я не могу найти хорошего стаянного окуня, поэтому буду быстрее перемещаться. Я весь в этих ежичках, вот это сколько времени придется их отцеплять. Карл, ты тоже весь в ежиках. Продолжаем путь, это еще далеко не последнее препятствие. За столько лет я переходил этот лес вдоль и поперек и ни разу не встречал сосны. Когда отмечал Новый год в землянке, в комментариях писали, где же твоя елочка, а где я ее могу найти, если лес лиственный и сосны совсем нет. Вот она, единственная елочка наверное в этом лесу, не понимаю как она здесь появилась, откуда она здесь взялась, но вот она, рука конечно не поднимется ее срубить. Но на Новый год можно сюда прийти и нарядить ее. Классно, надо запомнить это место. Супер, я вышел буквально с рассветом, прошло пару часов и солнце уже спряталось за деревьями. Летом очень удобно, когда жарко, хочется найти тенек. Я иду и слышу, как льется вода. Похоже здесь еще один родник, тут прямо водопад небольшой. Это не тот, в котором я набираю, но здесь он посильнее льется. Карлос, иди попей водички, смотри какая красота. Вот, оказывается и у нас есть водопады в нашей местности. Если увеличить, то получится как в джунгах Амазонке огромный водопад. Карлос, пойдем. Пошли сплошные камыши, здесь уже нет подходов, чтобы побросать спиннинг. Вся трава в росе, ноги уже мокрые. А рыбы так и не пойманы, всего два окунька. Стайные рыбы я пока найти не могу. Уже пару километров идут здесь сплошные завалы, колючки весь в этих репяхах и камыш не дает порыбачить. Так себе удовольствие, скорее всего больше не пойду такой дорогой, буду ходить через лес. Карлос, а тебе как? Нормально? Тоже весь в колючках. Пошли искать рыбу, пойдем. Дерево как растет, островок. Карлос, не ходи туда. Так привалит. Пойдем, пойдем, пойдем. Карлос. Все равно уже грязные и мокрые. Лучше буду идти по грязи, чем по этим колючкам. Кабанчики бьет. Кабанчики. Что-то я не пойму. Вроде это шиповник. Должен быть колючий и листики не такие как на розах должны быть. Не пойму, что это за растение. Но очень похоже на шиповник. Карлос, пойдем. Какую-то горягу зацепил. Вроде тянется. Ну что, осталось пару километров до трассы и оттуда уже и до дома рукой подать. Рыбу я так и не нашел. Кое-как наковырял 8 окуньков. Тимофею и Найку на один зубок, но на сегодня хоть что-то. В общем, на этом буду заканчивать. Иду домой готовиться к новому походу. Всем добра, мира и до встречи в следующих видео. Пока-пока. Нашел я все-таки свою рыбу уже совсем недалеко от дома. Целая стая окуней. И таких вполне съедобных. Клюют практически на каждом забросе. Так что Найка я рыбой обеспечу. А вот она под самым берегом взял. Тоже маленький. Сбежал. 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 Такой неплохой вроде взял. Прямо как давит. Ничего себе. Вводит. Наверное, самый крупный, который сегодня попался. Стой. В камышине иди. Ух. Это судачок. Ничего себе. Судачок. Хе-хе-хе-хе. Вот так вот. Можно и судачка ловить, оказывается. с берега. Опа-па. Клыкастый. Тихо-тихо-тихо. Дай отпущу. Немного. Не в размере. Пусть подрастает. Давай. Давай.